Новая музыка Новая музыка Новая музыка Новая музыка Новая музыка Победитель Большой приз публики и Малый приз ансамбля конкурса композиторов «Пифийские игры». Лауреат 2-й и 3-й премии Всероссийского конкурса музыкальных критиков «Резонанс». Лауреат 3-й премии 3-го Всероссийского конкурса «Аванти» 2020. Член композиторской группы «Сопротивление материала». Живет в Ростове-на-Дону. В 2016 году вошел в шорт-лист премии «Топ-35. Самые знаменитые люди Ростова-на-Дону». Пьеса «Половина собаки» была создана для Международной академии МАСМУ в 2015 году. В ней композитор использовал собственную музыку из саундтрека к немому фильму «Андалузский пес» Луиса Бунюэля, сочиненного еще в 2010 году, но так и не увидевшего свет. В новую пьесу вошло около половины материала саундтрека, так и возник заголовок «Половина собаки». Сам композитор, впрочем, считает, что происхождение названия слушателю знать вовсе не обязательно. Его провокативный характер может включить воображение и подтолкнуть аудиторию на создание собственных смыслов. О конструкции пьесы автор рассказал следующее. В истории музыки известно понятие составной формы. В ней несколько крупных блоков. Каждый из них отрабатывает собственный материал, уходит и, как правило, не возвращается. Так построены венгерские рапсодии Листа. Эту схему знали и Битлз. Леннон сделал из нее «Happiness is a warm gun», а Маккартни – финальную сииту «Abbey Road». Три песни, начиная с «Golden Slumbers». Потом ее использовал Квинн в «Богемской рапсодии». Радиохэт в «Параноид» «Андроид», а также Кристина Агилера. Не помню где. Пьеса состоит из трех контрастных разделов, построенных на различных видах репетитивной техники. В каждом разделе есть опорные ноты, но в целом это не тональная музыка, и на высоте звука здесь концентрироваться не надо. Хотя и можно, если хочется. Для каждой секции пьесы придуман отчетливый грув, но он служит больше для привлечения внимания и структурно авторичен. Основным организующим элементом в пьесе служат тембр, нетрадиционные приемы игры и параметры звучания, организованные в серию бинарных оппозиций, контрастных пар. Перемены в звуке происходят в основном резко, как смены динамики в эпоху барокко, и должны быть отчетливо слышны. При правильном применении пьеса может служить чем угодно, вплоть до пособия на уроках инструментоведения. Что такое музыка для меня? Если честно, каждый раз, когда надо отвечать на этот вопрос, я себя чувствую немного в тупике. Так получается, что в практике мне этот ответ обычно не нужен. Обычно из контекста понятно, что такое музыка. В данном проекте, в данном акте слушания, вообще в каждом конкретном случае. Когда-то Наполеон спросил Лапласа, почему Ньютон в своих трудах писал о Боге, а Лаплас не пишет. Это известная история. Лаплас ответил, я не нуждаюсь в этой гипотезе. Не потому, что он был такой дерзкий. Просто в самом деле существует масса частных вещей, которыми можно заниматься, не добираясь до определения настолько общих понятий. Более того, можно поставить проблему радикальней. Если ты практикуешь музыку, вот прямо сейчас, то со своей частной позиции ты не просто не видишь общей картины, и, соответственно, не можешь дать определения. Ты вообще не видишь никакой картины, как рыба не может увидеть воду. Есть миллион разных музык, но это бесконечное разнообразие нужно на самом деле не музыкантам, а скорее магазинам, чтобы музыка лучше продавалась. За всем этим бесконечным списком стилей есть что-то, что их всех объединяет. Вот оно-то и есть музыка, если угодно в первичном смысле. Но эта первичная музыка для музыканта, я думаю, для любого музыканта, это такое большое слепое пятно. Видимые силовые линии вокруг тебя, на которые ты не можешь показать пальцем, потому что ты сам из них состоишь. То есть музыка – это не набор параметров, которые ты комбинируешь на свой вкус, и даже не среда, в которой ты существуешь. Это среда, которая одновременно и есть ты сам. Такой первородный, еще не дифференцированный хаос. И чтобы о нем сказать что-то обобщенное, ты сначала должен себя из него выделить, как-то от него отслоиться, выпасть в осадок из этого раствора. Но в этом случае ты теряешь возможность говорить от себя. Вообще, мне кажется, говорить сейчас про музыку для кого-то лично, для кого-то лично, это довольно рискованный жест. Потому что ты либо находишься лично внутри, так сказать, в потоке, но тогда не можешь ничего сказать. Либо ты выходишь на берег и анализируешь, что это было сейчас с тобой, но в этот момент ты не плывешь. Ты распадаешься на сумму социальных отношений, и значит, твое определение будет не личным, не для кого-то конкретно, а иллюстрацией вектора, тенденции. То есть я мог бы сейчас встать на позицию наблюдателей порассуждать про музыку как, например, социальный инструмент, который объединяет людей. Или разъединяет людей. Квассифицирует их на все более мелкие группы. Можно говорить про искусство, как ирзац религию. Или про современное искусство, которое пытается быть наукой и предпочитает задавать вопросы вместо готовых ответов. Можно рассуждать про модели человека или про искусство, как способ установить границы человеческого. Можно говорить про музыку как средство общения, самоопознания, передача опыта, выхода из своих границ, трансцендирования и так далее есть еще примерно миллион вариантов для разговора о музыке и они все очень полезны но проблема в том что все они обращаются какой-то генеральной совокупности а лично ко мне как единицы они как части множества не отношения не имеют ты читаешь все это потом снова входишь в воду и понимать что плыть они тебе не помогают ты снова капелька внутри это гигантское взвесе ты не можешь отчетливо увидеть весь водоем не получается ты слишком близко нет нужной дистанции вокруг только какие-то размытые пятна по которым можно разве что гадать и ты так и плывешь на ощупь несмотря на все что только что читал а потом ты испаряешься смотришь сверху и снова конденсируешься и плывешь и так до бесконечности в общем музыка это круговорот музыканта в природе круговорот композитора в природе в чем заключается свобода композиторского высказывания я бы сказал в возможности самому выбирать себе ограничение полной свободы высказывания не существует это еще структуралисты доказали ты показали что говорим собственно не мы а говорит язык через нас ралан бард кажется назвал это не языком а письмом это не такая некая универсалия которая больше чем каждый из нас в отдельности и которой мы все подчинены то есть нормальных условиях наша свобода это только свобода выбрать голосом какой именно области языка мы хотим сегодня быть но здесь есть некий зазор игольное ушко в которое можно постараться пролезть поскольку сам язык тоже постоянно изменяется он как бы не знает какой он если угодно у него те же проблемы что и у нас он не знает что он хочет сказать и как именно у него тоже креативный ступор и райтерс блок ему требуется помощь в нашем лице чтобы извлечь ответ на его вопросы из него же самого в большинстве случаев эти ответы языка есть но в редких случаях мы попадаем на дорожку по которой до нас реально что еще не ходил и в этот момент начинается та самая езда в незнаемое которую маяковский определял как поэзию эта ситуация в которой все известные системы ограничений перестает работать то есть не годятся все правил больше нет смена парадигмы такую ситуацию я бы назвал свободой высказывания второго порядка она довольно редкая даже крайне редкая но наверное именно ее любой автор и ждет иногда всю жизнь вероятно такая ситуация это максимум свободы который композитор можете позволить когда ты сам придумывать себе новые правила потому что никакие старые больше не подходят если искать еще больше свободы то мы придем к независимости композитор от всей системы то есть язык например язык музыки существует сам по себе композитор где-то в стороне от него сам по себе но в этом случае то что композитор делает уже не будет высказыванием поскольку его никто не поймет ведь все слушатели находятся внутри языка а поскольку вопрос был про композиторское высказывание такая допустим третья степень свободы уже противоречит условию вопроса поэтому собственно вот у нас есть два варианта либо говорить через язык либо искать какие-то точки где язык еще не знает каким он хочет быть и соответственно предлагать ему какие-то новые системы правил расширяя вот таким образом удачи от Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok